всем привет таком полном комплекте пришла новинка от hot wave pad 8 и если не ошибаюсь клавиатура вместе с чехлом шли в подарок там первым нескольким сотен покупателей такая вот коробка у нас чем интересен данный девайс здесь хорошая комплектация и хорошая начинка у данного планшета и вот основные характеристики написаны на этикетке 8 оперативка 256 встроенной памяти здесь unisoc t606 такой простенький но живенький процессор бодренький я бы сказал по камерам 5 фронтальная 13 основная разрешение экрана у нас 1200 пикселей на 2010 и 4 десятых дюймов хороший хорошая батарея 7500 13 android и в моем случае это серебристого цвета девайс в коробке коробка очень плотная сразу скажу что прекрасно что положили стекло именно стекло не пленку вот салфетки также есть влажная и сухая для поклейки этого стекла так вот собственно говоря сам планшет причем он сразу же идет в чехле таком силиконовом сейчас мы к нему вернемся и еще в коробке у нас шнур тайп-си и блок питания ни много ни мало но маловато для такой батареи конечно 10 ватт 5 вольт 2 ампера поэтому заряжаться будет достаточно долго к сожалению вот также есть такой мануал и где-то у нас еще должно быть скрипка вот скрипка она нам нужно чтобы проверить что как выглядит у нас лоток для sim карты вот есть такая пленка транспортировочная сейчас я сниму чехол чтобы показать внешний вид планшета так у нас металл спинка вот такая вставка для 4g для пропуска сигнала да и у нас есть конечно же возможность поставить симки такой смотрите матовый чехол так и я сразу же покажу вам так с какой стороны давайте уже внешний вид будем осматривать это камера у нас одна я сказал что она 13 мегапикселей вот вспышка имеется такой блок из камер из одной камеры вернее так вот правая сторона рабочая у нас есть кнопка включения выключения есть такое отверстие reset для сброса если устройство зависнет или что-то еще произойдет джек для наушников прекрасно что его оставили тайп си есть вход динамик один из двух здесь стерео и вот такая качелька и кстати вот немножко люфтит кнопочка и 1 и 2 но не критично дальше верхняя часть у нас как раз и имеет лоток и смотрим как он выглядит этот лоток для карт для карты памяти да здесь можно поставить либо 2 наносимки либо наносимка и карта памяти вот такой лоточек ставлю на место резиновой прокладки никакой конечно же нет все очень просто левая сторона если смотреть на экран здесь только динамик и снизу микрофон и все больше ничего нет так сниму я пленку надеюсь есть защитная в том числе так пока не вижу да есть защитная но настолько тонкая что ее сразу и не заметишь так и буду запускать сейчас настрою и продолжим с вами знакомство так покажу вам что в коробке с клавиатурой находится тоже все такое очень тяжеленькая так а ну-ка давай все сидит очень плотно никаких опознавательных знаков нет ни названий ничего но делали специально для hot wave именно этой модели по крайней мере чехол точно от нее все сидит очень плотно так давай доставайся и так вот такого типа типа кошелька имеет вид у нас чехол магнитится клавиатура как видите никаких не русских букв никаких нет кроме латиницы вот обозначение также имеется установить пакетов какие обозначения значит есть четыре светящиеся светодиода зарядках там соединение bluetooth кабель может быть вы отдельно подсоедините от пауэрбанка или от розетки вот есть такая функция включения выключения и коннектится вот в принципе такая как бы полноценная клавиатура и никаких отверстий кроме заряда здесь нет вот такой тайп си кстати батарейка очень маленькая слабенькая на какое-то время попользоваться так пригодится кнопки не лифтят все нажимаются очень мягко и кстати в комментариях напишите кто пользуется клавиатурой к планшету для какой цели вы ее используете но для набора букв это понятно может быть для игр каких-то не знаю напишите будет интересно почитать ваши комментарии я просто никогда не пользовался клавиатурой именно к планшету я имею ввиду но чехол такой знаете приятный я не знаю насколько будет удобно клавиатурой к экрану и закрывать такой типа кошелька знаете магниты здесь магниты все работает но посмотрим как это будет выглядеть так пока клавиатуру в сторону и вернемся к нашему планшету в экраном как-то сильно не помещается скажу вам что вот эти кнопки их они так утоплены что нужно так либо привыкнуть либо когда нащупываете принципе все все понятно когда будете пользоваться знаете что внизу находится кнопка включения выключения и сверху находится кнопка котелька громкости ну вот и все очень хорошие динамики здесь громкие по качеству звука конечно может быть типа лучше было бы хорошо поставить но не самого лучшего качества бюджетного но такие знаете не противные все это я сейчас вам покажу покажу звучание вы все это услышите в отношении яркости яркость как для комнаты очень даже прекрасное очень яркое устройство на солнце скорее всего не будет видно так как хотелось бы не будет хватать здесь IPS экран еще раз напомню что 10 и 4 дюйма у нас 1200 пикселей на 2000 соотношение сторон 16 к 10 очень удобно что не нужно обязательно проводить там самого верха чтобы открыть верхнюю шторку просто опускаете ну даже вот так вот да раз и в принципе левая ваша рука или пальцы на этой руке достают все что нужно фонарик у нас такой обычный как на смартфонах вот есть такие настройки минималка здесь слегка завышена вот максималка я уже сказал что может чуть-чуть не хватало бы для улицы для помещения все прекрасно работает всего этого достаточно так вот по картинке по качеству экрана скажу что под разными углами нет какого-то критического засвета очень качественный экран здесь поставили фронтальная камера 5 мегапикселей рамки вы видите ну как для планшета вполне себе нормальные рамки настройки покажу вам по настройкам есть информация о планшете 13 android памяти можно здесь добавлять здесь написано 8 плюс 2 но если не ошибаюсь можно добавить 8 плюс 8 до видите вы 8 плюс 8 и вот обязательно как добавляете оперативку за счет внутренней встроенной памяти то обязательно происходит такая перезагрузка и вы сейчас увидите насколько быстро устройство запускается загружается чтобы начать работу вот пошел запуск процессор достаточно часто пишут в комментариях что он такой очень слабый негодный вообще никакой но я вам скажу за 90 долларов за которые продавали вот первая продажа была это устройство плюс клавиатурой вместе за 90 долларов это очень даже классная цена очень вкусная цена вот сейчас где-то 140 150 если не ошибаюсь потому что цены часто меняются на алиэкспресс так что я еще вам не показал встроенной 256 памяти соотношение сторон и посмотрите у нас сборка 26 июня 23 года в моем случае обновлений никаких не прилетала но хатвейв не часто балует обновлениями не знаю будет ли это в дальнейшем надеюсь что будет есть возможность устанавливать на экранные кнопки либо управлять жестами с переводом здесь как видите не все будь здоров не все на русский язык но так процентов 90 принципе вполне себе адекватно и интуитивно понятно где что находится так по системе я говорил что 13 андроид тоже обновление никаких пока не прилетала так вернемся к настройкам экран очень чувствительный на проблем у меня никаких не было иногда было такое чувство что он меня не понял да когда я касался он как будто пропустил мои команды но возможно я просто слабенько это делал и нужно делать немножко пошустрее по поводу батареи скажу что принципе на полный рабочий день там полный день работы или полный учебный день вполне себе будет хватать единственное что зарядка 5 вольт 2 ампера 10 ватт она конечно слабенькая для данного устройства заряжается очень долго и очень горячий становится облачок питания такой перегрев быстрой зарядки не поддерживает но по крайней мере я не заметил чтобы быструю зарядку брал амперметр показывал 5 вольт 2 ампера не больше так по хранилищу очень много свободной памяти здесь даже из коробки система занимает всего 11 гигабайт плюс там несколько гигабайт приложения так что 256 плюс до 1 терабайта поддерживает карту памяти если вам нужно будет вы можете добавить вот есть возможность умного умных настроек там быстрое включение камеры управление одной рукой тоже есть такая функция кнопка питания скриншот тремя пальцами то есть все это есть все это можно отключить например так дальше безопасность разблокировка по лицу отпечатка пальца здесь понятное дело нет поэтому либо ключ устанавливаете либо цифровой код либо фейс контроль вот это то что касается безопасности конфиденциальность разрешение всякие даете есть возможность отключать персонализацию рекламы да google собирает информацию о том что вам интересно чтобы потом выдавать это в виде рекламы вот есть различные другие настройки настройка клавиатуры вот ну вы знаете если наклеить все русские буквы на клавиатуру в принципе можно будет пользоваться вполне себе успешно так экран 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 у нас 60 герц не больше дальше покажу вам вполне себе адекватно и вот тест на быстродействие памяти здесь стоит накопитель уфс 2.2 46 тысяч баллов очень даже шустрый и по ядрам вы видите информацию процессор разгоняется до 1.6 гигагерц по дисплею вы видите тоже информацию какая плотность пикселей по мульти-тач полноценные 10 касаний для игр вы знаете будет удобно или нет я например когда в руках держал и пользовался например видео смотрел что мне не понравилось происходит такая щекочет руки ладони вот такая вибрация происходит от динамиков стереодинамиков и как бы когда делаете звук погромче это такой дискомфорт поэтому нужно либо где-то ставить чтобы такая вибрация не щекотала вам ладошки так дальше стабилизации видео нет как видим не в основной не во фронтальной камере о батарее я сказал заряжает достаточно долго быстрой зарядки нет но батареи хватает вполне себе на целый день вполне нормально так по gps написано что поддерживается но к gps я еще перейду покажу вам какие показатели лично мне не понравилась адекватность работы gps навигации ну как то так погрешность большая и очень очень долго соединяется со спутниками по датчикам можете поставить на паузу принципе здесь около половины даже немножко больше из списка датчиков у нас есть так что еще я вам покажу покажу я вам как у нас отработал отработал троттлинг тест я ставил 100 потоков секундочку 100 потоков и полчаса максимально гипс 144 142 средний 137 минималка то есть в принципе какие-то несложные игры он будет тянуть даже на максималках какие-то на средних настройках очень даже спокойно пусть здесь бюджетный процессор но он такой работоспособен по dps тесту как я сказал мне не понравилось во первых долгий поиск спутников долгое соединение с этими спутниками и мне не понравилась точность потому что дпс навигация идеально считается 1-2 метра 2 максимум это вот дпс глонасс может быть там больше десяти метров это и считается нормой вот то для дпс 10 метров это уже непростительно поэтому во первых долго соединяется большая погрешность но как навигации можно пользоваться но учтите что вот это вот расхождение немаленькое это все-таки важный нюанс на мой взгляд это еще раз подтверждает мою версию что юнисок не так хорошо не так адекватно работает с дпс навигацией такая погрешность очень большая поэтому медиатек либо снэпдрегон другие процессоры кажется работают более более правильно и сейчас вам покажу пример видео и звука на данном девайсе звук на всю картинка очень сочная классная и очень гром громкое устройство смотреть фильмы слушать музыку достаточно комфортно хотя качество динамика такое среднее но звук очень громкий вот так что вы видите какое качество картинки ну все очень классно поэтому так скажу вам подводя итоги и учитывая что есть возможность совершать звонки например по этому устройству единственное что все время будет на громкой связи записи звонков кстати в моем случае нет в настройках для украины в принципе довольно хорошо чувствительный микрофон но под динамиками вы хорошо будете слышать человека очень громкие динамики подведя итог скажу что за свои деньги довольно неплохой девайс если вы будете его присматривать довольно живенькая батарейка единственный нюанс мне не понравился долгий заряд данного планшета быстрого заряда он не поддерживает хотя бы 18 ватт сюда для батареи 7500 экран очень классный звук громкий может быть не самого высшего качества но вполне себе хорошо и удобно смотреть фильмы если любите игры пожалуйста можете поиграть в данном девайсе брать или нет скажу если честно ну сейчас я пользуюсь дома blackview tab 13 вот этот мне девайс понравился побольше он пошустрее поживее памяти здесь ого-го сколько звук хороший и по-моему даже немножко громче чем мой blackview tab 13 напомню что это hotwave tab 8 пишите что вы думаете под 8 прошу прощения не tab а под 8 пишите что думаете о данном девайсе стоит ли брать может быть вы пользуетесь им напишите свои впечатления комплект очень хороший здесь есть стекло кроме того что есть уже пленка из коробки плюс дополнительно мне достался вот в подарок чехол с клавиатурой это вообще шикарно так что хорошего настроения и пока пока я буду убить и с стороны и и и и и и